К 95 годам Михаил Николаевич побывал в разных уголках родины. Он служил на Дальнем Востоке. Оттуда, в 1943 году, его направили под Сталинград, где шли ожесточенные бои. Именно там Михаил Николаевич заинтересовался медициной. Мне нравилось, как выхаживали больных, раненых, раненых особенно, раненых. Тяжелые ранения. Человек умирал, вставал на ноги и продолжал воевать. Как можно? Я увлекся этим. После войны Михаил Николаевич с отличием окончил медицинский университет. Мечта стать хирургом вместе с ним прошла войну, однако в мирное время в полной мере сбыться ей не удалось. Кроме должности главного врача, других ему не предлагали. Но медицину специалист не оставил. Он сменил пять рабочих мест. А с 1972 года Михаил Николаевич лечил пациентов в Ленинском районе, где живет и по сей день. С юбилеем Михаила Николаевича поздравили начальник Ленинского управления соцзащиты Елена Гусева и глава сельского поселения Развилковская Марина Комардина. Великую любовь к родине, ответственность за ее настоящее будущее вы передаете нам и грядущим поколениям. Желаем вам здоровья, бодрости духа и благополучия президент Российской Федерации Владимир Путин. Поздравительные адреса Михаилу Николаевичу направили губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава муниципалитета Валерий Венцель. От них ему передали подарки. В частности, памятную медаль 90-летия Ленинского района, которая дополнила коллекцию наград на кители юбиляра. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.